Дорогие друзья, мир вам! По милости Божией мы не исчезли, но Божье благословение, оно пребывает над каждым из нас. Я хотел бы поговорить об одном даре, который имеют все люди, которые родятся, они будут иметь дар. Это дар сна, дар сон, который также написано, что это дар от Господа. Это псалом Давида, который говорит в 4-м псалме, говорит такие слова, что «спокойно ложусь, я и сплю, ибо Ты, Господи, даешь мне жить в безопасности». Бог дает жить в безопасности. А вообще такой вопрос, можете не отвечать, а вообще, когда человек спит, он знает, что он спит? Ну, можно сказать, что он, когда проснется, он узнает, что он спал. Но есть такой момент в Библии, когда Давид говорит, что «когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». В плоти он спал, но дух у него был бодр, как написано. Есть такие моменты в жизни, когда Бог не спасал сон, что люди не могли спать. И большая часть нашей жизни, это было в то время, и в наше время оно точно так же происходит, что когда люди спят, совершаются очень такие моменты скорби, плача, радости. И очень много таких моментов можно перечислять. Когда Первое царство, 26 глава, 12 стих, то там есть такой момент, когда Давид пришел, значит, к изголовью Саула, когда он спал, потому что написано, что там был сон от Господа. Ибо сон от Господа напал на них, поэтому они не могли, просто чисто по-человечески, они не могли пробудиться. В судьях такой момент был, что когда один человек по имени Самсон, от которого требовала правильного ответа Долида, то она усыпила, он заснул на ее коленях. И она этим временем, да, конечно, он перед этим рассказал тайну, которую не нужно было говорить, что в чем заключалась Его сила, он рассказал ее. И таким образом, когда он спал, она ему, обрезали ему волосы. И написано, что отошла от него сила Божия, потому что эта сила Божия заключалась в Его волосах. И также момент, когда люди все спали, он до полуночи спал, и он взял, он даже не спал, он вышел, схватил ворота, которые были частью стены, частью города, и вынес их на гору, потому что люди спали. Да, если бы была охрана, то, конечно, может быть, этого бы и не произошло, но в этом был также, я думаю, план Божий. Иоэль, вспомним Иоэль, когда она была судьей, и когда было сражение, то Сесара, военачальник, также бежал, вот, бежал с поля боя, устал, забежал вот к ней домой, она, он попросил у ней воды, она дала ему молока, и, видно, спрятала его, спрятала под палац, под ковер, как мы говорим, и, значит, этим временем она Его заколола прям в висок колом, и вонзила этот кол в висок. Также был момент в жизни одного отрока, который находился в храме, это был отрок Самуил, который также учился от священника Ильи, и Бог его пробуждал, его пробуждал Бог для того, чтобы научить, когда Бог будет обращаться к нему, то он, находясь там, он пробуждался, бежал к Ильи, потому что думал Илью, Илья зовет, но это было действительно обращение Бога к Самуилу, то этот священник научил, научил этого отрока, как обращаться к Богу. Другой момент. Когда семья Лота находилась в доме, знаете, что еще не легли они спать, когда этот народ беззаконный окружил от малого до большого этот дом, знаем, что ангелы, которые пришли к нему в гости, да, может быть, я так думаю, что если бы ангелы не пришли, то бы, может быть, такого и не было сборища, но так как они пришли, они увидели новые люди, новые пришельцы пришли, то и окружили этот дом, но в конце мы видим, что они поразили, поразили весь тот народ, который находился вокруг этого дома. Один момент, который был в жизни апостола Павла, конечно, он проповедовал очень много, и проповедовал даже очень поздно, когда в одной из комнат был юноша, знаем, Евтих по имени, вот, и он сидел на окне, он заснул, он уснул, ну, видно, что, конечно, было поздно, и также желал слушать Слово Божие, но, тем не менее, он уснул, уснул и упал, упал, конечно, Павел, когда спустились все вниз, то Павел говорит, не переживайте и не бойтесь, потому что душа еще в нем. Я думаю, было время для того, чтобы отойти от тех ушибов, которые были нанесены. Псаломон также говорит такими словами, не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Это, можно сказать, говорится о том, что, действительно, если человек очень много спит, то может и много пропустить, то, я думаю, рождается в этом плане очень большая лень. Почему? Потому что есть такой стих. «Доколе ты, ленивец, будешь спать». Смотрите, здесь, можно сказать, два каких-то недостатка, которые говорят о том, что человек спит очень много, и что он ленивец. Даже Соломон обратил ленивца, обращает к муравью, говорит, ленивец, посмотри на муравья, как он трудится. И есть такой еще стих, что «от ленности провиснет потолок». Если человек в этом плане не будет трудиться, то, конечно, приходит ленность, приходит нежелание, чтобы что-то сделать. Павел писал также к Тимофею, говорит такими словами, что если же кто своих, и особенно домашних своих, не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного. Значит, в этом плане нужно также трудиться и не быть ленивым. Мы знаем еще такой момент, когда Петр, Петра хотели вывести, или Ирод хотел вывести для того, чтобы обезглавить или уничтожить, то Бог посылает ангела для того, чтобы избавить Петра. И Петр же в этой темнице, он находился во сне, и когда ангел туда пришел, то сиял свет, и он его пробудил, и сказал, чтобы он выходил из этой темницы. Лука в Евангелии также пишет такими словами. Такой момент в жизни Иисуса Христа был, когда Он взял трех учеников для того, чтобы показать некоторые откровения, то Он пошел на гору, и там преобразился. И такой момент был, что Петр же и бывшие с ним, значит, ученики Петр и Яковиан, они были отягчены сном, но потом пробудились, конечно. Был такой момент в жизни одного царя, царя Дария. Помните, когда Даниил был заключен в Левенеров по некоторым вопросам, которые поднимали нечестивые люди, то они его, конечно, бросили туда, но был такой момент, что у этого Дария, у этого царя сон убежал, и он даже запретил, чтобы не выносили ему пищи. Он больше переживал о том, был ли жив Даниил, который там находился. Он больше об этом переживал. И когда много переживаний в жизни человека, человек навряд ли будет спать по плоти, чтобы действительно знать, в каком состоянии. Также, когда перед распятием Иисус пошел в Гефсиманский сад, чтобы помолиться, пошел помолиться, и когда он отошел на вержение камня для того, чтобы отдельно помолиться, то предупредил их, чтобы они также молились. Но он три раза приходил, и они три раза были во сне. И он говорит так, что не могли вы один час хотя бы пободрствовать. Один час. Потому что у них глаза были оттягчены, отяжелели от сна, потому что это было очень позднее время для того, чтобы бодрствовать. Но тем не менее, Христос в этом плане их обличил. Не могли бы вы один раз пободрствовать в молитве со мной. Помним момент, когда Иисус переплывал море с учениками. Ученики его взяли. И вот случилась на море великая буря. Поднялись волны. Так что он стал лодку заполнять водой. И когда это произошло, и они стали кричать, «Учитель, разве тебе дело не до нас?» По сути, Иисус был утомлен. Утомлен в том, что действительно он имел божественную природу, но по-человечески он был уставший. А помните, когда он шел в Самарию, и там он присел, остановился у колодезя Сихарь, то он также был в усталости. И поэтому, когда Иисус обратился к ученикам, «Где вера ваша? Почему вы так неспокойны?» Он, конечно, удивился. Не могли бы они, находясь вместе с Иисусом, находиться в спокойствии. Почему-то нет. Но Иисус их обличил. Посмотрим в жизни, переведем это на то, что есть еще и духовный сон, когда люди могут так же засыпать, когда люди могут находиться в этом сне. От Матфея, 13 глава, 25 стих. Здесь Иисус сказал об одной притчу. 13 глава, 25 стих. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесно подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы дома владыки, сказали ему, «Господи, господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, «Враг человек сделал это!» А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». И во время жатвы я скажу женицам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Вот смотрите, что происходит, когда было посеяно доброе семя. Был такой момент, когда люди уснули, пришел враг и посеял между пшеницами плевелы и ушел. Причина тому, что, может быть, и этого бы не было, но когда люди находились в таком состоянии, когда люди спали. Притча, также говорит, которую Христос сказал, 25 глава, 5 стих, «Тогда будет подобно Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут!» А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себя!» «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. И после приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». По этой притче, видя, что, когда Иисус говорил, когда пять неразумных дев, они пошли на торг, чтобы купить масло, нам Библия не говорит, что они купили. Купили они или нет, но был такой момент, когда жених пришел, пять разумных дев, они поправили свои светильники, и вместе зашли на брачный пир. Бог говорит одной из церквей в Откровении 2 глава, 25 стих. «Только то, что имеете, и держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. И как и я получил власть отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям». Это говорит о состоянии, когда Бог обращается к церкви, обращается к людям, лично к человеку, что действительно должны вспомнить. Если мы духовно спим, то Бог обращает наше внимание на то, чтобы мы посмотрели на то, что когда и в Ветхом Завете написано, что «Помни путь твой, которым вел тебя Господь, чтобы помнить те благодеяния, которые Бог явил своему народу и каждому из нас». Иеремия 51 глава, 57 стих. «И я напою до пьяна князей Его и мудрецов Его, областеначальников Его и градоправителей Его и воинов Его, и заснут сном вечным и не пробудятся, говорит царь, Господь с вами имя Его». И такое может быть в жизни, что можно уснуть сном вечным и не пробудиться. Предпоследнее место, которое пишет апостол Павел Эфесянам, 5 глава, 14 стих. Он говорит так, «Стань спящий и воскресни из мертвых, и даосветит тебя Христос». Вот это желание было Павла к людям или к той церкви, которой он писал эти послания, чтобы действительно это произошло в жизни каждого человека. И последнее место, которое бы хотел напомнить. также апостол Павла послание в 5 главе. «Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствовали или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидяйте один другого, как вы и делаете». Вот это последнее, то, что сказал Павел, что действительно мы должны быть сынами дня, но не тьмы. К этому нас призвал Бог, потому что Бог нас определил для того, чтобы мы служили Ему и поклонялись Ему. Ему добыть вечные слова. Аминь. Аминь.